Разборки в горах, на Кавказе, дагестанцы против чеченцев и наоборот. А есть же еще третья там сторона, это так называемый федеральный центр. И в этом федеральном центре говорят, что, слушайте, так Кадыров плюет на Москву длительное время. Я тут раздобыл такой эфир, который прозвучал и был выдан миру еще до слов Кадырова о кровной мести. Кадыровцам в Москве начинают выставлять претензии не только по кровной мести, там целый набор. Про нашу любимую республику Чечня, про переименования, которые там внезапно произошли, были ли они согласованы с Кремлем и почему, если были, это согласование, скажем так, утвердили. А вот и не было это согласовано с Кремлем. То есть, Чечня под руководством Рамзана Ахматовича, соответственно, все, что было принесено Российской империей и запечатлено на картах, в названиях, то есть это помимика, все это понемножечку убирается, убирается, убирается. То есть, это нормальный процесс государства, которое вышло из-под наколониального гнета. И в данном случае, я говорю, о Чечне. Вы посмотрите, как они его боятся в Москве, заискивают, но все-таки пытаются как-то сказать, что Рамзан, что же ты делаешь, а? Ваше мнение, что делает Рамзан? Мне кажется, Рамзан строит свое собственное государство, султанат. У меня к тебе, Володь, такой вопрос, мне часто предъявляют по поводу того, вот ты хорошую фразу сказал, дергать за усы, что я дергаю за усы и вообще развожу межнациональную рознь, когда поднимаю подобного рода темы. И, честно говоря, я даже недавно задумался, а может быть, действительно в этом смысле надо быть потише, зачем все это делать, но разве можно пройти мимо вот такой новости? Не надо проходить ему такой новости. Во-первых, у нас интернет-сообщество, которое все замещает, не даст это сделать. Ну и потом вот прятать голову в песок и думать, только лишь бы, ну, не разжечь. Не надо разжигать. Вот не надо действительно разжигать, но здесь надо просто мягко заметить чеченскому руководству, что действительно, ну, не надо разжигать. И это говорят фашистские нацисты, которые забаррикадировались в Москве по поводу изменений названий. По поводу кровной мести они пока ничего не говорят, делают вид, что они умерли. Ну, в смысле, их нет. А мы знаем, где они. Знаем, где комсомольская правда. Мы вообще все знаем. Ну, зачем вот на пустом месте? Вот зачем? Ну, как будто это такой пиар. Как будто действительно чеченскому руководству сейчас даже в смысле приятно, что мы все о нем говорим. А ему за это ничего все равно не будет. Да, ему все равно не будет. Но это таким образом даже не разжигание. Мы таким образом поднимаем авторитет Рамзана Хватовича. Он же, в том числе, мы же ничего, ну, мы не говорим про него. Но мы снова говорим, что он на особом положении. Мы каким-то даже образом высказываем ему большое глубокое уважение. Потому что они все прекрасно знают, что российское законодательство на Рамзана Хватовича и на Чечню не распространяется. А правила ГОР – это вот вопрос. В зависимости от того, что они скажут. Обидят Кадырова? Ну, и все. И он им потом будет объяснять по законам ГОР, как правильно поступать. А законы ГОР – они такие вот суровые. Словами, может быть, не самыми приятными. Но вот, пожалуйста, вся федеральная общественность сейчас просто снова качает головой и говорят, о, как силен Кадыров, если он может себе это позволить. Вернусь к вашему тезису о том, что вы уверены, что в администрации президента это не было согласовано. А почему? Почему бы и нет, что называется? Ну, если Рамзан Ахматовичу нужно периодически подчеркивать собственный авторитет среди своих же граждан, то почему бы не давать ему такую возможность? Ну, например, такие гипотетические рассуждения для федерального центра. Вообще, есть мнение, что Кадыров настолько обнаглел по российским меркам, что занимается не только переименованием, не только он создал свою собственную армию, но и вообще, фактически, демонстрирует, что не факт, что Путин главный в данном случае. И вполне возможно, все эти истории с заказом киллеров, которые должны были пробраться в его дворец и убить Кадырова, якобы за это готовы были заплатить Керимов и, соответственно, другие товарищи из Дакистана. Это такая игра Кремля, что Путин этим занимается. Это Путин таким образом отправляет черную метку Кадырову. И это абсолютно не исключено. Вопрос в том, а, вернется ли Кадыров из Саудовской Аравии, и, б, что он будет делать. Потому что у Путина все-таки есть некоторый объем инструментов для того, чтобы минусовать людей. И Кадыров, кстати, это тоже знает, поэтому он и готовится. Ну, потому что это не уровень, я вам скажу, такой. Такие решения, когда переименовывают станицу историческую вот прям вот так вот, я не думаю, что кто-то из чиновников осмелится это согласовать. Это, если и было согласование, то вы понимаете с кем. То есть это уровень даже нервной экстрации президента. Такие риски обычные или даже большие клерки на себя не возьмут, потому что это все же просчитывается. Они очень часто возмущаются по поводу положения русских где угодно. В Украине, в Таджикистане, в странах Балтии. Им не нравится, когда страны на своей территории размещают или убирают теленные памники, делают то, что они хотят, потому что это их страна. Маша Захарова подвывает на Луну, не закусывает и всякое такое. Но как только касается Кадырова, все они такие в полуобморочном состоянии. Странные у них какие-то подходы. Сколько было воя по поводу изменения названий, допустим, в Украине. Даже бомбы авиационные начали в результате бросать, в том числе на эти города, с переименованными названиями, с новыми названиями, точнее со старыми новыми названиями. А тут как-то тишина. Не согласовано это. Кадыров это не согласовал. Кто бы мог подумать? То, что мы сейчас обсуждаем, то, что сейчас происходит в сети по этому поводу, ну, это не есть хорошо вообще для администрации, которая, в общем, заточена на то, что у нас была тишь, благодать, и чтобы мы вообще все, причем все не разжигали желательно. А тут, ну, зачем? Тогда резонно ожидать какого-то заявления со стороны администрации президента, или, по крайней мере, реакции со стороны официальных лиц. Владимир Путин в таких ситуациях частенько выпадает на мороз и никак не реагирует. После того, как один из якобы руководителей российских регионов сказал, что на него не распространяется российское законодательство, то ничего, была реакция Кремля. Не было реакции Кремля. Кремля, они тоже там делают вид, что не умерли. Но мы знаем, что ВВХ еще нет. А зря. Может быть, было бы лучше всем. И чеченцам, и дагестанцам, и украинцам. Или не официальные реакции со стороны официальных лиц? Такое тоже вероятно. Вы таких сигналов ждете или нет? В нынешних обстоятельствах тоже важный момент. Принято решение уже. Если бы это решение обсуждалось и переименование бы не случилось, я просто жду. Единственное, что сейчас Чеченская республика скажет, что еще до конца эта процедура не прошла, это еще пока были планы переименовать, мы это еще обсудим. То есть, таким образом, руководство Чечни покажет, что не все так готово согласовать это переименование. Но я боюсь, что там уже решение принято, и федеральный центр скорее помолчит. То есть, они надеялись, что Рамзан Кадыров даст заднюю. Но Рамзан так не поступил. Младший Кадыров провел парад, и все они улетели в Саудовскую Аравию. Ну, в общем, дела у них там. Принцы саудовские. И не только. Красные линии испытывают на прочность, что-то это все напоминает. И вопрос, да, вопрос, когда... Не то, чтобы это прекратиться, но когда, по крайней мере, будет похоже на соблюдение некого баланса. Потому что сейчас все больше это напоминает такую разбалансированную систему. Как вам вообще такая параллель? Словосочетание «красные линии» в российских реалиях это, значит, символ слабости Путина. И в данном случае опять это произошло, что Рамзан Кадыров, принимая решение без согласования с Кремлем, рисует свои линии. Я не уверен, что они красные. Вот совсем не уверен. Они, возможно, кровавые. Ну, месть же кровная. И линии должны быть такими. А кровь, она не всегда красна.